Меня зовут Краковецкий Александр, сегодня докладчик на конференции Microsoft Suite рассказывал о том, как оптимизировать приложение для Windows Phone 7. Ну, кроме этого, я являюсь разработчиком приложений для Windows Phone 7, а также просто разработчиком со стажем на платформе .NET. Ну, кроме этого, сегодня я присутствовал как стартап, который занимается тоже разработкой приложений для Windows Phone 7, и в будущем также мы планируем разрабатывать для Windows 8. В первую очередь мы бы хотели развивать платформу Windows Phone в Украине, то есть для этого мы разрабатываем дополнительные компоненты, движки, и хотели бы, чтобы украинские компании использовали наши наработки для разработки корпоративных приложений. Ну, кроме того, один из векторов у нас является разработка для Windows 8, так как это очень между собой связано. И идея в том, чтобы платформа Windows, которая позволяет объединять как Windows Phone 7 приложения, так и Windows 8, как и Xbox, разрабатывать полностью под платформу, а не конкретно под один девайс. Экосистема, в первую очередь, позволяет человеку удобно использовать любой тип инструмента. Например, сегодня он работает на своем компьютере, потом ему нужно поехать куда-то за границу, и он использует свой телефон. Или, например, он на конференции хочет почитать Twitter на планшетном устройстве. И в первую очередь экосистема – это когда пользователь может это делать удобно и не чувствуя разницы, где он находится. То есть он всегда находится, у него есть доступ со своим контактом, он всегда находится, у него есть доступ к каким-то персональным данным, он всегда может быть на работе, у него есть Skype, у него есть какие-то другие средства коммуникации, и какое-то длительное отсутствие не проходит для него с какими-то сложностями. Собственно, экосистема позволяет таким людям быть всегда «in touch», то есть все время быть на связи, при этом не испытывая каких-то сложностей. У нас уже есть некоторые результаты. Мы опубликовали несколько приложений, около десяти. Это как контентные приложения, то есть агрегаторы новостей, так и развлекательные приложения. Также есть одно приложение, которое признано помочь решать какие-то сложные математические задачи на своем телефоне. Кроме этого, мы занимаемся публикацией приложений Marketplace и раскруткой этих приложений. В данный момент одно из наших приложений является лидером в российском маркете и занимает достаточно высокое место и в других Marketplace. Мы хотим развивать это и дальше, то есть мы хотим привлекать независимых разработчиков и помогать им, чтобы их приложения стали популярны в Marketplace, для того, чтобы они получали какой-то известный, естественно, доход. Кроме того, я являюсь автором Windows Phone 7 Rocks. Это новостной ресурс о Windows Phone 7. Между прочим, в данный момент единственный ресурс в Украине, который посвящен, целиком посвящен Windows Phone 7. И, кроме того, он в первую очередь ориентирован на разработчиков. То есть, если посмотреть другие сайты, они больше ориентированы на консюмеров, то есть на какие-то обзоры, новости, в то время как разработчики остаются не у дел. Собственно, мы призваны для того, чтобы исправить эту ситуацию и помочь разработчикам советами, новостями, инструментами, для того, чтобы им было проще и для того, чтобы как можно больше приложений увидело свет. Я бы посоветовал то, что нужно пробовать все. Потому что мобильники, рынок мобильных телефонов, он очень сильно динамически развивается. И в данный момент, если мы не будем смотреть в эту сторону, то мы можем через какое-то время просто проиграть. И я бы рекомендовал бы, может, даже не разрабатывать коммерческие приложения, возможно, разработать что-то для души, для себя, разобраться. А в итоге, если понравится, вполне можно найти себе занятие и получше. Например, разработать какое-то свое приложение и стать независимым разработчиком, и фактически стать небольшим стартапом, а потом как бы и большим стартапом, заработать много денег. Бизнесу, в первую очередь, нужно иметь некий сервис, который он предлагает. И этот сервис продвигать на нескольких мобильных платформах. К сожалению, в данный момент, я могу говорить об украинском бизнесе, они не сильно хорошо смотрят в сторону Windows Phone за счет молодости платформы. Хочу сказать, что несколько лет назад та же ситуация была и с другими мобильными платформами, когда ни о Android, ни о iOS, ничего практически никто не знал. И в Украине можно было всех разработчиков, всех компаний пересчитать на пальцах одной руки. Но, тем не менее, за два года рынок очень вырос. И несмотря на то, что в Украине официальных поставок того же iOS, iPhone нет, этот рынок очень развился. И я думаю, что те компании, которые начнут рассматривать Windows Phone как еще одну перспективную платформу, они только в будущем выиграют. Потому что, когда Windows Phone наберет популярность и как в Украине, так в мире, они уже смогут иметь некое портфолио, и некоторые будут знать, как работать с этой платформой. Поэтому я не стал бы зацикливаться на каких-то конкретных платформах, а оставил бы возможность искать возможность развиваться в разных направлениях, в том числе и на Windows Phone. Я хотел бы сказать, что нашим украинским разработчикам, в первую очередь, необходимо чаще посещать конференции, различные семинары, общаться между собой и делиться опытом. Потому что это уже стандарт на Западе, это стандарт в Америке, когда различные люди являются не конкурентами, а партнерами. И чем больше мы будем общаться, чем больше мы будем делиться информацией, тем выше, тем лучше будет развиваться рынок. А если развивается рынок, развиваются независимые разработчики и компании. В итоге выиграют все.